Кстати, одна из привычек, которой у меня, слава богу, сейчас нет уже, уже не знаю, лет шесть назад, как я избавился от дурацкой привычки, это, конечно, Ира, то, что не говорят вслух на телевидении, но я скажу, это привычка курить. От привычки избавился, а кожа так и осталась старой и сухой, да. Но сейчас мы и поговорим о том, как, возможно, сложно избавляться от этого, о том, как важно именно сегодня об этом разговаривать, и о том, что, кстати, сегодня к этой теме приурочено. Вот так скажу с нашим гостем. Это автор программы и организатор марафона «Бездымная жизнь» Ирина Лопатина. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ирина, приятно начинать всемирный день без табака в вашей компании. Давайте начнем все-таки с марафона, да, который стартует у вас сегодня, называется он «Бездымная жизнь». Расскажите нам, пожалуйста, подробности. На самом деле сегодня самый лучший день для того, чтобы бросить курить – 31 мая, потому что это всемирный день. И можно сказать, что вот то огромное количество курильщиков, которые в этот день сделают этот первый шаг к своей свободе и независимости, они будут поддержаны прямо огромным количеством людей, которые намеренно также вместе с ними хотят освободиться и быть счастливыми в жизни без табачного дыма. Марафон наш стартует сегодня вечером. Это онлайн-марафон. И присоединиться к нему еще могут желающие жители Ростова и Ростовской области. Для этого нужно всего лишь подать заявку в WhatsApp по номеру телефона 8951-533-03-47. Что ждет жителей нашего города и области на этом марафоне? Прежде всего, конечно, это большая поддержка от команды специалистов. Это поддержка врача-психиатра-нарколога, медицинского психолога, специалиста по питанию и, собственно, меня, специалиста по социальной работе и автора этого курса. Должна сказать, что этот марафон рассчитан на 7 дней. И это большая, очень плодотворная работа, которая включает серьезную включенность, включая включенность, включенность всех участников процесса. У нас для курильщиков есть определенные задания, и более того, если они не выполняют эти задания, не справляются с ними, то мы будем вынуждены их удалить из участников марафона. Есть одно единственное условие для участия в этом марафоне – это желание бросить курить. Собственно, мы никого не уговариваем, никого не заставляем отказаться от зависимости. А если у человека это желание есть, то мы с радостью ему в этом поможем. Ирина, скажите, вы говорите, что можно продолжать сейчас подавать заявки, присоединяться. Ну вот, грубо говоря, вот на этот момент примерное количество участников, оно известно. И вообще, если это ежегодный марафон, увеличивается ли количество людей, уменьшается, которые хотят поднимать участие? Вы знаете, меня всегда очень радует количество желающих попасть на онлайн-марафон. На сегодняшний день это уже более 100 участников. В прошлом году на подобном же марафоне, посвященном этой дате, 31 мая, было 154 участника. Вот это мой такой был рекорд. На самом деле, это очень непросто помогать такому количеству людей, потому что с каждым из участников я работаю индивидуально. С каждым из них я выхожу на обратную связь, проверяя их домашние задания, даю индивидуальные рекомендации. Поэтому, ну, на самом деле, это бывает очень непросто, но безумно интересно. И я всегда с радостью жду эти онлайн-марафоны, потому что получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот процесс, от того, как воодушевляется группа, как они начинают друг другу помогать, советовать друг другу что-то. Вот, это всегда безумно интересно. Такой большой, серьезный группа. Да, буква «К» уже будет не буква «курить», а «К» команда такая уже будет. Ирина, вы говорите, что будут какие-то задания для участников. Можете привести хотя бы несколько примеров? Конечно. Самое простое, первоначальное, мы определяем тест по уровню зависимости, насколько сильна зависимость для того, чтобы понять, сможет ли участник марафона бросить курить только при помощи вот той групповой терапии, которую мы ему предполагаем, да, или же ему необходима будет медицинская помощь. На это тоже нужно обратить внимание. И врач-психиатр-нарколог на нашем марафоне будет об этом говорить. Если зависимость очень сильная, по час человеку требуется медикаментозное сопровождение, и мы говорим, куда можно обратиться в этом случае. Мы помогаем также человеку понять свой тип курительного поведения. Для этого также необходимо пройти определенный тест, там порядка 30 вопросов. Все ответы они присылают мне, и я индивидуально с каждым работаю, рассылаю рекомендации, рассказываю, что нужно дальше делать. Первоначально мы ведем дневник, дневник курения, так его, скажем, можно назвать. И первые два дня мы записываем, когда была выкурена сигарета, насколько удалось оттянуть эту сигарету. Это еще одно задание марафона. Одно из первых правил первой сигареты, когда нужно оттягивать первую и последующую сигареты, что помогает снижать общее количество сигарет в течение суток, ну, скажем, процентов на 30. Такая небольшая первая победа. И в дальнейшем вот этот дневник курения превращается потом в дневник бездымной жизни, когда человек уже бросил курить и отмечает там свои только, скажем так, позывы к курению. Да, вот мне захотелось в тот момент, и дальше уже, что я сделал для того, чтобы не закурить. В какой ситуации это произошло? Это очень важно подмечать, потому что этот личный дневник потом превращается в такой личный кейс, да, из которого можно сделать определенные выводы. Что человеку помогает в тот момент, когда у него появляется желание закурить, воздержаться? Что ему помогает? В каких ситуациях чаще всего возникают вот эти триггеры, да, ситуации искушения, скажем, да? Что с ними необходимо делать? Вот много таких интересных примеров и, конечно, рекомендации специалистов по поводу питания, по поводу физической нагрузки. Ирина, да, к сожалению, у нас время просто ограничено. Я бы слушал вас вечно, даже несмотря на то, что уже давным-давно завязался этой пагубной привычкой. Друзья, все на марафон «Бездымная жизнь», хочется сказать. Сегодня, 31 мая, Всемирный день без табака – отличный способ, чтобы бросить курить. Ирина, спасибо вам огромное. С вами была Ирина Лопатина, автор программы и организатор марафона «Бездымная жизнь». А я с абсолютной ответственностью заявляю, что никто из ведущих программы «Утро» не курит и вам не советует. Мы за здоровый образ жизни. Отлично. 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 Отлично.